Гиперчувствительность – это повышенная чувствительность организма к какому-либо веществу. Гиперчувствительность является нежелательной излишней реакцией иммунной системы и может привести не только к дискомфорту, но и к смерти. Наличие гиперчувствительности говорит о том, что реакция иммунной системы приводит к повреждению организма вместо его защиты. Выделяют четыре типа гиперчувствительности. Второй тип называют цитотоксическим. Из-за множества нарушений, которые он вызывает в результате антитела опосредованного уничтожения здоровых клеток. Такие повреждения являются тканеспецифическими, так как антитела были синтезированы четко для атаки этой ткани или органа. Наша иммунная система заточена на борьбу с чужаками, то есть со всеми кроме своих. В значительной степени эта схема работает благодаря системе центральной толерантности. Когда клетки с аутоагрессивными рецепторами уничтожаются или инактивируются, в то время как нормальным клеткам позволяется жить. Это программирование происходит, когда иммунные клетки находятся в первичных лимфатических органах. Т-клетки в тимусе, а В-клетки в костном мозге. Но эта система не идеальна, и некоторые аутореактивные В и Т-клетки сбегают. Эти беглецы могут атаковать здоровую ткань и как следствие создать аутоиммунное заболевание. При втором типе гиперчувствительности удравшие аутореактивные В-клетки активируются и производят иммуноглобулин М, а с помощью CD4+, Т-хелперов и иммуноглобулин G. Есть два типа антигенов, участвующих в реакции гиперчувствительности второго типа. Собственные или присущие нормальной клетке. Или пришедшие извне в результате инфекции, применения лекарств, например, пенициллина. Допустим, пенициллин связывается с эритроцитом. Так он становится внешним антигеном. Иммуноглобулин G или реже иммуноглобулин М, который специфичен к пенициллину, может связаться с его молекулой, создавая комплекс антиген-антитела. Тут следует упомянуть, что комплексы антиген-антитела появляются и при обычной инфекции, но когда антитела связаны с собственными клетками, проблем не избежать. Существует несколько механизмов уничтожения клеток. Первый цитотоксический механизм второго типа гиперчувствительности – это активация системы комплимента. Система комплимента – это семейство мелких белков, работающих по типу ферментативного каскада против бактериальных инфекций. В этом случае иммуноглобулин G или иммуноглобулин М активируют комплиментарные белки, которые без промедления уничтожают комплекс эритроцит-пенициллин и иммуноглобулин G и иммуноглобулин М. Процесс начинается, когда С1, первый белок комплимента, связывается с FC-концом антитела. Затем С1 вовлекает другие белки этого семейства, от С2 до С9, некоторые из которых активируются после протеолиза или расщепления. Отрезанные фрагменты С3А, С4А и С5А действуют как хемокины, то есть они привлекают в зону действий определенные клетки, в данном случае это нейтрофилы. После присоединения к вечеринке новые гости начинают выделять множество ферментов – пероксидазу, миелопероксидазу и протеиназу-3. В результате их действия в очаге возникают высокотоксичные для клеток радикалы кислорода, провоцирующие повреждения тканей. В конце концов, это перерастает в аллергию на лекарства. Гиперчувствительность второго типа может привести к развитию гемолитической анемии или аутоиммунной гемолитической анемии, так же как и к тромбоцитопении, нейтропении. Это будет зависеть от того, на какие типы клеток наносится удар. Кроме того, этот же механизм лежит в основе синдрома Гудпасчера. При этом синдроме антитела связаны с внутренним антигеном коллагена на базальной мембране клубочков почек или альвеол легких, а не с внешним антигеном, как в примере с пенициллином. Второй механизм разрушения клеток или цитотоксический механизм тоже связан с системой комплимента, но лишь с финальной стадией этого каскада. В этом случае происходит следующее. Белки С5b, С6, С8 и пучок С9 объединяются в мембранно-такующий комплекс, или коротко МАК. МАК атакует клетку, вставляет себя в ее мембрану, как бы пробивает в ней дыру, тем самым создавая канал, позволяющий жидкости и молекулам бесконтрольно двигаться в обоих направлениях, что для клетки не есть хорошо. Из-за возникающей астматической разницы жидкость устремляется в клетку, та разбухает и в конце концов лопается, наступает полный лизис. Если врачи заподозрят аутоиммунную гемолитическую анемию, то искомые антитела можно вычислить с помощью прямой реакции КУМПСа. Для прямой реакции из плазмы исследуемого берут эритроциты и смешивают с реагентом КУМПСа, то есть с античеловеческим глобулином или антителами к человеческим антителам. Если в результате реакции эритроциты склеиваются, то возможно наличие антител у них на поверхности. Кроме прямого, есть ещё и непрямой тест КУМПСа, который обычно проводится для проверки совместимости групп крови. Для непрямой реакции КУМПСа исследуют сыворотку пациента, смешанный с лабораторными эритроцитами, несущими на себе известный антиген, а затем ещё раз смешивают с реактивом КУМПСа. Если эритроциты агглютинировали, значит налицо присутствие антител или комплиментов сыворотки. Непрямая реакция служит для выявления у пациента конкретных антител, прежде чем он подвергнется действию антигена. Такие реакции могут наблюдаться при переливании несовместимой крови или повторной беременности с резус-конфликтом матери и ребёнка. Третий цитотоксический механизм гиперчувствительности второго типа происходит, когда слой иммунглобулина G на эритроците связывается с С3B, фрагментом одного из белков системы комплимента. В этот момент клетка становится апсонированной, другими словами, она становится целью фагоцитоза, процесса захвата и уничтожения фагоцитами, то есть макрофагами и нитрофилами. После апсонизации комплекс антиген-антитела и клетка сталкиваются с фагоцитом в органе фильтрации крови – селезёнке. Фагоциты, связываясь с FC-хвостом антитела, либо с С3B в связке с иммуноглобулином G, пожирают и разрушают клетку. Перечисленные до этого три механизма так или иначе включали систему комплимента. А вот последняя парочка механизмов немного другая. Четвёртый механизм – это антителозависимая клеточно-опосредованная цитотоксичность – АЗКЦ. Связанный комплекс антиген-антитела узнаётся иммунными клетками – натуральными киллерами. Натуральный киллер узнаёт FC-хвост антитела и выпускает токсические гранулы. Они содержат перфорины, формирующие поры в клетке, прямо как маг. В это время поры позволяют проникнуть внутрензимом – так называемым тихим убийцам. Для примера приведём гранзим и гранулезин. Их совместная работа приводит к тихой клеточной смерти или апоптозу. Отличие апоптозы заключается в том, что нет процесса воспаления. Все вышеперечисленные механизмы ведут к клеточной смерти. Но существуют и нецитотоксические, то есть не смертельные для клеток, механизмы реализации гиперчувствительности второго типа, при которых наблюдаются своего рода нарушения функций. Их называют опосредованной антителом клеточной дисфункцией. Иногда связанные с антигеном антитела начинают просто мешать. При таком раскладе клеточная функция может измениться. В качестве примера можно привести аутоиммунную миостынию. Антитела, специфичные к мышечным ацетилхолиновым рецепторам, блокируют их от ацетилхолина. В итоге мышцы не стимулируются и постепенно слабеют. Этот механизм также вызывает болезнь Грейвса, где целью антител становятся рецепторы-стимуляторы выделения гормонов щитовидной железы. Но в данном случае они не мешают, а наоборот усиливают продукцию гормонов, приводя к гипертириозу. На этом закончим перечислять способы убить или ослабить клетку, с помощью которых антитела выполняют свою пагубную роль. В завершении важно помнить следующие пункты о гиперчувствительности второго типа. Это антителоопосредованность, тканеспецифичность и в большинстве случаев происходит гибель клеток.